Мы уже рассказывали в выпуске новостей о замечательном спортивном празднике, традиционном шахматном фестивале «Славянская ладья-2018», который проходил в рамках акции «Спорт против наркотиков». И вот наша съемочная группа снова в здании шахматного клуба «Белая ладья». Участников шахматного фестиваля – краснодарских, новороссийских, геленджикских, крымских и славянских шахматистов – приветствовали начальник управления по физической культуре и спорту Александр Прищепа и межрайонный прокурор Александр Фоменко. Он напомнил юным спортсменам слова знаменитого шахматиста «Хорошему игроку всегда везет» и пожелал ребятам настоящей удачи, творческого роста и новых побед. Вот сегодняшний фестиваль, который уже традиционно в 21-й год проводится в Славянске на Кубани, фестиваль именно под названием «Славянская ладья», я считаю, это способствует развитию деток. И не нами было сказано, что шахматы – это гимнастика для ума. И мы продвигаем эту идею. Межрайонный прокурор сыграл шахматную партию с начальником управления по физкультуре и спорту. Надо ли говорить, что участие таких серьезных людей в работе фестиваля отлично популяризирует древнюю игру? Финишные туры фестиваля – время выяснения отношений между лидирующими игроками и потому они самые интересные. А потом приходит пора подведения итогов и награждения лучших. Награждаемым шахматистам будут вручены призы и от Славянской межрайонной прокуратуры. Выясняют отношения сейчас лидирующие шахматисты. У нас будет награждение идти как по основным призам, то есть первое, второе, третье место. Будут у нас четвертое, пятое места. Значит, поощрительные призы, так скажем. И еще будут у нас возрастные категории среди учащихся. То есть у нас участвует очень много детей, соответственно, будет много призов. Шахматисты сделали еще один шаг на пути роста и совершенствования профессионального мастерства. И помогла им в этом Славянская ладья-2018. А Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!